Здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте, большое совесть. С вами продолжаем изучение теории графов во применении программирования различных алгоритмов. Перед тем, как продолжить, я расскажу вам, повторю три формы представления графа кратенько, в конечном виде, как они в питоне должны выглядеть. Потому что, во-первых, предыдущая рекция не сохранена в видеозаписи, и хорошо будет выглядеть, чтобы увидели все. А во-вторых, потому что это не лишний повторить и твердо знать. Но перед этим парочку объявлений. Первое объявление. 8 марта через неделю, точнее 7 марта через неделю, у вас не будет практики. Истерпуля. 8 марта будет лекция. Лекция будет на онлайн метро. Я вас достану, даже если вы куда-то уедете. И она будет 3-х часовой. С 12.00 до 15.00. Система там такая, что видеозапись после доступна на онлайн метро. Можно ее посмотреть оттуда. Я постараюсь продублировать это своей видеозаписью на YouTube, чтобы не нарушать общую систему. Но я не люблю говорить в пустую аудиторию. Поэтому, хотя я вас не буду видеть, но возможность задавать вопросы в чате у вас будет. И, может быть, там зависит от модератора, может быть, вам дадут даже возможность сказать в микрофон, чтобы я услышал. То есть, только подаете микрофон, нажав чатом. В принципе, лектор слышит. Понятно, да? Я хотел бы, чтобы вы поприсутствовали там, если у кого-то будет 8 марта интернет в это время. Ясно? Лекция очень важна. Поэтому, если вы вдруг не поприсутствуете, то вы обязательно должны ее посмотреть в записи. Обязательно. Кто не посмотрит, будет выдран за уши. Методом, во-первых, контеста по теории этой лекции. Во-вторых, следующую практическую работу делаю я, а не другие семинаристы. И она по теории графа сугубо. Поэтому вы не избежите совершать этих вещей. Значит, объявление ясно. 8 марта с 12 до 15 на онлайн-метру. До встречи. Значит так. Теперь объявление сделано. Первое объявление. Второе объявление. Тот третикурсник, который добровольно совершенно делал конспекты лекций в Техе, к сожалению, убыл. Ну, в смысле, он не убыл из Христеха, но он убыл в научную деятельность сугубо, и ему некогда заниматься конспектами для первокур. Поэтому я настоятель, тему нету другого факультета. Я разыскиваю человека, который будет делать конспекты. Желательно предварительное знакомство с Техом, если что, можно по мере изучения. Переводить видео, ну, в смысле, или просто на лекции, да, переводить конспекты в форму электронную, чтобы всем потом можно было куда-нибудь смотреть. Такие люди есть? Попробуйте, я попробую. Подойдете, дадите мне контакты, чтобы я вас проинформировал, и мы оформим. Так что, так, объявление 2 есть. вот. Итак, поехали. Форма хранения графа памяти. Форма хранения графа памяти. Первое. Это список ребер. Список ребер. Ребро по-английски edge. Ну вот я и заведу себе список, то есть граф как список ребер. Я его так себе и заведу. Вот я сразу буду считывать его с клавиатуры в эту форму. Да, и вот как бы он у меня вызвал. Ну, короче говоря, давайте вначале напишу его, а потом уже там разберемся, как его считывать в эту форму. n равно ну, допустим, 5 и граф будет представляться следующим образом. Давайте, я все-таки не буду букважей припасывать для другого. Вертекс с маленькой буквы. Ой, вертекс, это вершина. Edges. Edges. И далее идет список кортежей, в которых у вас например первая с пятой вторая четвертая нулевая третья вторая четвертая вторая пятая например, да? Только у меня получилось, что вершина не пятая. Видите, пятая присутствует, нулевая присутствует. Ну и делаем шесть вершин. Шесть вершин. важнее будет марки ну, допустим вторая пятая еще там первая третья вот эта форма проста с точки зрения компактности подачи информации о графе. Это самый короткий способ описать граф с точки зрения вот линейного изложения информации о нем. Понимаете? Так оно компактнее помещается. Поэтому список ребер чаще всего является входной формой в условиях задачи. Работать со списком ребер не очень-то удобно. Но только в одном случае если вам и нужно перебирать ребра произвольно-порядно. Все ребра нужно перебрать произвольно-порядно. Ну, тогда список ребер наверное самая адекватная форма. Множество вершин как вы понимаете может сопутствовать списку ребер особенно если вдруг у вас эти вершины в этот я его сейчас спишу хотя оно не является совершенно обязательным. Я сделаю тем не менее множество вершин. Я сразу его запишу как множество. Множество вершин в котором я их сейчас примитивно 0,1,2,3,4,5 Ну, почему примитивно? Потому что я сейчас номерками это обозначил. Если это были бы какие-то там буквенные слова строки какие-то названия то там множество вершин было бы вполне себе осмысленным. Оно сопутствует данному списку ребер список естественно в данном случае если нам не принципиален порядок нам принципиален порядок. Список ребер легким движением руки превращается в множество ребер. С множеством работать быстрее. Поиск по нему происходит быстрее. Ну и вы помните что список ребер то есть мы здесь немножко ускоряем проверку смешности за счет просто структуры данных множества. поэтому мы легко можем достаточно проверять есть ли у этой вершины правда нам все равно перебирать все вершины из множества вершин смотреть например вторая вершина имеет какую-нибудь смешку для того чтобы удобно работать нужно пробежаться все равно по списку вершин просмотреть все вершины спросить у множества ребер смежная 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 нет в общем долго но проверка смежности двух конкретных есть такое ребро или нет происходит множество ребер быстро понятно да да ну я сейчас в это множество внес направленные ребра направленные ну то есть они у меня не продублированы второй раз если это будет вводиться с клавиатуры то обычно так и вводится а при хранении памяти вы лучше будете не экономить память зато у вас будет храниться при ненаправленном графике и так и так и так и так и так вторая форма соответственно это так я оставляю чуть-чуть места оставляю чуть-чуть места вторая форма матрица смежности матрица смежности сразу в той форме как она должно выглядеть в конечном итоге допустим n равно я сейчас не буду соблюдать чтобы это был тот же граф и я размерность сделаю меньше чтобы чуть-чуть быстрее написать n равно 5 как назвать матрицу смежности сложно сказать но она же по сути отвечает битом 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 нет ребро допустим я назову ее m потому что g я припасу под последнюю форму и в начале классическая ее версия она м равно скобка скобка дальше поехали нулевая вершина у меня с нулевой по четвертой соответственно нулевая вершина она смежна или не смежна самой себе я не буду петли считать поэтому она не смежна самой себе допустим она смежна первой значит она является соседней для второй для четвертой третьей не является а для четвертой является вот у меня такой вот список находится в нем сами индексы то есть положение в списке соответствует номеру вершины вершина у меня сейчас он номерам благодаря этому матрицу смежности используем достаточно просто понятно то есть я как бы здесь нарисую 0,1,2,3,4 то есть сам столбец или положение элементов в строке да и нулевая нулевой список то есть этот список нулевой но этот нолик это понятно это я маленький нарисую запятая следующая строка следующий список вторая строка матрица так как бы первая для первой вершины если у меня граф ненаправленный матрица смежности обязана быть что? симметрично относительно главный диагонал абсолютно значит если нулевая с первой смежной то первая с нулевой обязана быть смежной короче петель нет так ну допустим у меня она первая со второй смежна с третьей не смежна с четвертой смежна запятая следующий список на второй вершине опять я здесь соблюдаю диагональность запятая например ноль один так ноль я не имею права у меня тут один запятая так да тут я ничего не обязан тут у меня наоборот обязан обязан ноль потому что петель нет я сказал так здесь у меня допустим я волен пока выбрать допустим один ноль да так третий что я тут обязан я тут обязан ноль вписать здесь смотрим какая у меня один ноль так здесь один здесь ноль ну и последний собственно элемент который я сейчас свободно выбираю допустим один так и последний список для вершины с индексом четыре поехали один я смотрю на правый столбец соответственно его переписываем только в строчку один один ноль ноль один и ноль потому что петель нет и на этом списке заканчивается итак матрица смешности есть остались что списки связности так я оставляю немножко места списки списки тоже матрица смешно списки это форма самая по моему мне неудобная итак вот тут я давайте я напишу хотя в данном случае она не так принципиально ну допустим держи пять вершин теперь форма представления значит я буду как раз матрицей сейчас руководствоваться не то чтобы сюда это делать итак первое я делаю словарь чем множество отличается от словаря там есть ключ значения они разделяются двойточек если для множества я просто записывал через запятую не важно что кортеж но через запятую просто двойточек не было то здесь у меня будет через двойточек ключ значения на одну точку итак нулевой вершине соответствует следующий список и сразу смысл списка большой мне важен порядок смежности вершин смежных нулевой вершин не важен поэтому я сразу говорю множество лучше тогда будет ускоренный поиск определения факта смежные они или нет с такой же скоростью как у матрицы смежности итак у нулевой а здесь пишу множество это словарь множество а прошу прощения словарь словарей сейчас скажу подождите сейчас пока словарь множество а будет словарь словарь пока словарь множество итак нулевой вершине кто соответствует ей соответствует вершины первая вторая четвертая 1-2-4 1-2-4 четвертой вершине соответствует 0-1-3 как только я захочу добавить веса веса нулевой вершине она достаточно компактна и она достаточно компактна во вторых благодаря устройству словаря множество вершин 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 у меня здесь в кармане это просто dictionary indexes то есть я спрашиваю я могу всегда спросить его индексы у словаря и он мне тупо выдаст его множество и перебор вершин производится самым простым образом for g как graph for vertex for vertex in g то есть я что делал ну просто можно бежать по ключам словаря вот я бегу по ключам словаря могу их просто напечатать могу просто напечатать а могу сделать вложенный цикл в котором например написать for neighbor кто neighbor кто это такое сосед for neighbor in g от vertex что такое g от vertex это множество которое словарь мне выдал по конкретной вершине я дал в рамках этого цикла это конкретная вершина из множества допустимых вершин и он мне выдал список ее смеж ну в смысле множество смеж но это итерируемый объект по нему можно бежать соответственно что я могу делать например print что vertex что я увижу на экране абсолютно верно я увижу на экране список любви да если я хочу чуть-чуть изменить да вот например не увидеть его на экране а создать его то есть ли проблема нет проблем вот кортеж который я буду добавлять к значит а ну правда вы должны понимать что то что я сейчас делаю edges плюс равно так что это вещь такая опасная но я вам рассказывал про просылочную модель и что внутри функции лучше сделать append но я сейчас из экономии пространства в доске сделаю edges плюс равно при этом в начале до этого edges список я сейчас в список имеется автомат в общем список смежности создать из прошу прощения список ребер создать список смежности в этой форме нечего делать так ну что же по форме хранения теперь если у меня есть веса у ребер если есть веса у ребер что я делаю в случае матрицы смежности я могу сделать вторую матрицу смежности которая будет по сути не матрицей смежности а матрицей весов зачем она нужна мы говорили почему нельзя отказаться от матрицы смежности совсем почему матрица весов будет недостаточно потому что вес у ребра может быть и нулевым и 0 не значит что его нет а может быть и отрицатель ну питоновский вариант позволяет сделать на во первых не все языки питон не во всех можно хранить то одно другое обычно матрица она все-таки реально двумерный массив то есть в нем одинаковые типы хранятся ну как бы там не получается так легко поэтому в принципе можно оставить рядышком вторую матрицу или вести короче говоря кортежек матрица кортежек которых один из параметров табулевский факт есть три брони атрибут так что еще не сделал там я показал связь этого и того вот давайте здесь считаем с клавиатуры список здесь считаем список ребер с клавиатуры значит н равно их input и считаем список ребер ну в принципе понятно что надо сделать edges равно пустому списку дальше форм а да прошу прощения когда происходит считывание списка ребер то нам должны дать еще и количество ребер дали количество вершин и они у меня строго от нуля до n не включительно сейчас вот так и количество ребер время уходит стремительно мы с вами продолжаем у нас долго не начиналось так значит что я теперь завожу пустой edges пустой список дальше форм i in range количество ребер лучше было бы назвать переменную m edges number но у меня нет места тем более что тут есть этот м давайте к называем это не принципиально главное вы должны понимать суть к это давайте к количество ребер количество строк которые мы сейчас будем тут видеть и что я тут вижу мне нужно добыть здесь два значения из строки сделать их энтами значит и заложить их в edges соответственно я сделаю например ab равно равно int for x for x x input . split ну короче input split и от n давать ну понятно ну понятно что я сделал да я карта переменов просто поинтовал непонятно я взял считал строчку сплитнул ее по пробелу разделил по пробелу дальше по этому сплитку я бегу в генераторе вот в этом в list comprehension бегу иксом и закладываю int x для каждого соответственно элемента их там два числа в каждой строке одна вершина вторая вершина кортежки чисел я их закладываю в ab то есть там содержатся теперь номера вершин ребер и мне у нас остается только что заложить wedges wedges да точка append я здесь по нормальному это сделаю append и я сюда закладываю этот кортеж a,b двойные скобки понятно зачем одни скобки это для вызова функция а это это кортеж по ней кортежем добавлялись в конечки все это механизм считывания списка ребер в список ребер правда не знаю зачем это надо но вот можно сделать при желании так теперь давайте считывание того же списка ребер в матрицу смежности значит этап n равно int input дальше я создаю матрицу смежности как дальше вопрос как ее создавать вот я считаю что лучше создать ее сразу мне известно количество вершин сразу создать ее забить туда нули и я сделаю соответственно генератором генераторы повторения 0 умноженный на n for i in range n все матрица готова осталось только заполнить правильно единички там где не там где реально смежные решения поехали считывание глобально будет такое же в принципе только я не буду запоминать этот список ребер соответственно for i in range for i in range кого то k k k k k k k k k поэтому я не буду K создавать вообще, я его сразу тут и тынкнув делаю. То есть я считал с клавиатуры, сразу аттендовал и сразу всунул в генератор range, по которому будет бежать генератор range. Ну понятно, что произошло. Количество ребер вот это. С клавиатуры пришло. Количество ребер. Я здесь проще покороче сделаю, ну в смысле не покороче, а сделаю именно так. a, b равно int.split А теперь a и b аттендовать. a, b равно int a int b Так, осталось их теперь пихнуть единичку в две ячейки матрицы смешности. В ячейку a, b и в ячейку b, a. Строка столбец, столбец, строка. Соответственно, m, a, t, b, t равно 1. И m, b, t, a, t равно 1. Все. Когда цикл закончится, матрица смешности будет готова. Почему я так сделал? Причина. Считаю граф неориентированным. Если бы я считал граф ориентированным, то второй строчки бы не было. Если бы я список ребер задается и сказано, что граф неориентированным, то я каждое ребро вношу в матрицу смешности два раза. Два раза. Так, со списками смежности... Показывайте. Конечно. Это мы из нит достали. Показал, что можно то-то. Вертексис я даже не буду доставать. Формируем. Ну, n равно n input. Ладно. Чтобы было понятно, что это считано. Так, дальше. Мне нужно подготовить граф. Граф... Прошу прощения, граф. Словарь. Словарь. Словарь готов. Пустой пока. Для пустого графа. Дальше. Считывание. For. I. In range. Пока ребра не кончатся. Ну, я тоже самое. Я int input сюда напишу. А, b равно... Я напишу короткую форму, длинную строчку. А, b равно int for x in input split. Так. Ясно. Осталось внести это в словарь. Каким именно образом? Мне надо для вершины a... Для вершины a... Для вершины a... Добавить словарь, если такового еще не было. Ой, словарь. Добавить туда множество, если такового множества еще не было. Да? То есть его нужно будет туда создать. Итак. Если... Я спрашиваю. Если a не not in g... А так можно со словарем. Можно спрашивать конкретная вершина. Она in g или not in g? Ну, потому что она ключ в словаре. А по словарю искать быстро. Это от еремин. То есть очень быстро. Раз и он сразу сказал. И not in тоже можно. Или not a in. В этом случае нот логический. А можно слить на нот... То же самое. If a not in g. То есть если она не в словаре. В этом случае мне что надо? У меня сейчас появляется там, собственно, как раз новая вершинка смежности. Которая там появляется. If a not in g. Что я делаю? Я добавляю ей и говорю. g от a равно и сую туда множество, содержащее одну вершину b. А иначе. А если иначе, то мне тот словарь, то множество, которое там по вершине a уже есть, портить нельзя. Нужно туда добавлять. То есть insert. А иначе g от a точка insert b. Все. И мы в это множество пихнули, собственно, значение. У вас есть вторая ручка или карандаш? У меня, к сожалению, с собой нет цветного мела, а он бы сейчас лучше. Ух, есть вот такое. Итак, я сейчас сделаю поправочки, связанные с хранением весов. В случае со списками смежности, ну, ибо словарем множеств, да, можно его немножко усовершенствовать, чтобы он же хранил и веса, и при этом все в нем одновременно хранить. Про поводу множества вершин я сказал, множество ребра особо не надо. Итак, я преобразую следующим образом. Я каждому, в этих словарях они сейчас превращаются в множество, каждому значению добавляю, собственно, хранимое значение. Там, например, нулевая первая ребро вес имеет, не знаю, 2. 0,2 имеет вес двойточия, не знаю, 7. 4, двойточие, 8. 0, двойточие, не знаю, 7. Но я сейчас, оно у меня, благодаря тому, что там на 30 мм у меня симметричное, да, у меня это был не направленный граф, но я сейчас могу его испортить, потому что я сейчас буду совать сюда веса, да. Понятно логика? Эти множества легким движениям превращаются в словари, да, в словари, и добываются эти веса очень просто. Так же, как если бы это была, те же квадратные скобки, вот там вершины АВ, там вес. Понятно? Или при распечатке, да, вот я бегу neighbor in G-vertexes, да, и я, например, печатаю, я сейчас делаю крит, печатаю что? Вертекс, neighbor, и запятая, G от вертекс, neighbor. То есть вот это и есть способ добывания веса, как если бы это была матрица весов. Только скорость хранения, скорость доступа такая же быстрая, но никакой лишней памяти на пространной матрице не тратится. Очень много времени мы тратим на этот код, но, наверное, он важен. Теперь по поводу считывания, как поменяется считывание. У нас добавится сюда еще одно значение, это, собственно, вес. Я его как-то W пишу, АВВ. Ну, то есть в каждой строке вершина, вершина, вес, вершина, 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 вершина. Ну, или если по поводу ребер, то как бы у нас при... Вот сюда шли бы эти, собственно, веса, запятая, там, 3, запятая, 2. Ну, понятно, то есть там картежики из трех значений, вершина, вершина, вес. Ну, или, короче говоря, в каждой строке идет по три числа, и я их закладываю, соответственно, в картежу АВВВ. Ну, в общем, у меня в строке три числа, и вот этот вес мне надо сохранить. Так вот, я просто вместо множества кладу словарь, в котором вершине В соответствует... В списке смежности А вершине В соответствует вес В. Так, добавили словарь. Что осталось? Осталось вставить правильным образом вес вместе с ключом. Но вставка нового значения в списке смежности, она легко происходит. Поэтому что я говорю? ЖАВ равно В. Или создаем новый словарь, в котором сразу В соответствует... или новый вес назначаем этому ключу, а с этим одновременно появляется новая пара ключей значений. Ключ появляется тем самым фактом того, что я присваиваю туда. Ясно? Согласитесь, как легко хранится матрица весов. Ещё одно преимущество я напомню. То, что здесь мы никак не привязаны к числам от нуля до n-них ключей. Это могут быть не int. Это могут быть просто слова, да? А вот словарь даёт возможность в качестве ключей вложить туда абстрактные ключи? Нет, не все. Должны быть неизменяемые хэшируемые объекты. Кортежи строк, кортежи чисел могут быть... Кортежи, кортежи чисел и строк могут быть. Списки, ключами быть не могут. Объекты класса, ключами быть не могут. А как тогда быть? Вот очень часто сталкиваются с миграционными габилитациями каких-то сложных объектов. То есть, из-за сложных структур. Не цифры, не слова. Нет, если вес нужно хранить. Хранимое может быть любым типом. Нет, нет, не вес. Это сложный вопрос. На перерыве сейчас времени нет. На перерыве, в конце. Так, с формами хранения завершили быстро вперёд. У нас с вами впереди... Очень мокро. У нас с вами впереди, собственно, во-первых, определение определённых видов графа. И потом один из первых алгоритмов, который сразу даст нам довольно много. И так... Идите, пожалуйста, за вынужденный вопрос. Прикольно. Используйте такой... Вот он, если я Петро, вы не понимаете, как... У вас надо пожаловать, что в этом году разгуляйся. Если вам не позвать. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте рассмотрим... Помните последнее, о чем мы говорили? Это была связность. Связность графа. Я ввел такие понятия, как компонента связности. То есть кусок графа, в котором все вершины связаны друг с другом. Молодые люди. Дерево это связный граф... Определение номер один. Дерево это связный граф... Связный граф, в котором... Для любых двух вершин... Существует только один... Простой путь. Для любых двух вершин. Ну давайте я их назову А, В. Для любых двух вершин А, В. Существует... Я коротко записываю с квантером... Только один простой путь, где А начало, В конец. Понятно? Вот если путь один, то все это дерево. Для каждых двух вершин. То есть это доказательно, математическое должно быть. Мы доказали, что один путь простой. Простой, то есть не пробегаем два раза по одному и тому же ребру. Дальше. Второе определение. Дерево это... Связный граф. В котором... Нет цикла. Простых циклов. Слово простых очень важно, потому что я показывал, что даже одно ребро, пройденное туда-обратно, это тоже цикл. Да? Одно и то же ребро в ненаправленный график туда-обратно пробежал, вот тебе и цикл. Нет простых циклов. То есть там бегать по одному ребру два раза нельзя. Вот циклов нетривиальных? Нет. Достаточно. Все это делится. Эти определения эквивалентны друг другу. По какой причине? Ну, от противного. Допустим, у нас нет циклов. Но существует такой путь. Такие две вершины, точнее, существуют. В которых существует два, по крайней мере, простых пути. Раз, два, граф ненаправленный. Да, у нас все, цикл. Мы доказали, что цикл, уже есть цикл. Значит, исходное не верну. По-другому пробуем. Допустим, у меня не существует двух путей. Да, но нашелся цикл. Да? Не существует двух путей. Берем цикл, берем две его произвольные вершины. Смотрим. Вот один путь, вот второй путь. Нашелся два пути простых. Понятно? Так что, условно, устно доказал. Надеюсь, вы поняли. Третье. Письменно не могу потратить. Третье. Дерево это. Связный граф. В котором количество вершин на один больше количества ребер. Точка. Повторение мать учения. Я уверен, что вы запомните, что дерево, это связный граф. Без требования связности. Без требования связности. Без требования связности. Это утверждение ничего не значит. Понимаете? Вот то, что нет простых циклов, то, что там только один простой путь, оно будет похожим на дерево, может быть разорванным, но похожим визуально. Вот это утверждение рассыпается полностью, если граф не связан. Доказательства здесь посложнее, но можно как бы начать рассматривать серию под графом. Возьмем любую вершину исходного графа. Она должна, берем вершину, которая с ней смежная. Да, и по индукции быстренько доказываем. Но я сейчас не буду обосновывать. Короче говоря, постепенно добираем еще одну вершину, еще одну вершину смежную. И если еще одна вершина существует, но к ней нет ребра, значит граф не связан. В общем, оказывается, что это тоже дерево. Можно доказать с эквивалентностью этих определений. Дерево. Ну, кстати, согласно третьему определению, вот это, это дерево. Одна вершина, ноль ребра. А вот пустой граф, согласно третьему определению, деревом не является. Да? Ну, сложно сказать, это уже такой трудный вопрос. Считать его деревом, не считать. Но с точки зрения хранения, в принципе, мы можем считать, у меня структура данных дерева, данные будут видны, я буду считать, что пустое дерево, то же дерево. Добавили одну вершину, сохраняется свойство дерева, хотя при этом ребра не добавлены. Понятно? Маленький такой вот поправочек к третьему определению, с пустым графом. Значит, мы сейчас это дело не будем там дописывать. Но я нарисую традиционный вариант для дерева. Я не имею права, если вырисовать больше. Оно должно иметь по одному только пути. Ну, вот я сейчас рисую как-нибудь. Где-то что-то? Не знаю. А замкнуть не могу нигде. Нигде я не мог бы замкнуть, поэтому голову рисовать не буду. Иначе будет не дерево. Это дерево. Возможно, вы видели в учебниках по информатике или где-нибудь еще деревья в другом виде. Обычно их делают висячи. То есть хватают за какую-нибудь вершину и тянут вверх. И это будет топологически эквивалентным деревом. Топологически эквивалентным называется корневое. Потому что слово «взвешенное» для другого. Оно для того, когда у нас у ребер есть значение в весах. Такое дерево называется корневым. Но про них речь еще потом позже пойдет. А сейчас мы с вами должны проговорить про остовное дерево графа. Итак, допустим, у меня был некий граф. Общий, но связный. Связный граф. Вот такой замечательный. Прошу прощения. Связный граф. Так вот. Остовным деревом. Остовным деревом. Остовное дерево графа. Это подграф. Связного графа. Подграф. Связного графа. Содержащий все вершины исходного. Все вершины исходного. И ребра под множество исходного, исходя из слова, подграф. Но все вершины исходного она обязана содержать. Понятно, да? И являющиеся, видимо. Пользуясь этим замечательным цветным мелом, я сейчас вам нарисую несколько подграф. Ну, например. Но все вершины обязательно должны быть. Ну, допустим, вот такой подграф. Остовное дерево, да? В котором... Ну, что, по сути, такое остовное дерево? Ну, вот граф содержит цикл. Я же могу выкинуть лишний ребра. Я уже лишние ребра выкинул. О, дерево. Ну, они есть в остовном графе, но я могу взять и сделать его так. А могу сделать, я прошу прощения, пока не прерывусь. По-другому, мне же никто не запрещает, я могу, в принципе, любой вариант приклеивания вершины. Вот я взял вершину, да? Вот это ребро я, например, включил. А потом хочу вот эту вершину приклеить вот этим ребром. Пожалуйста. Ну, правда, мне нельзя будет либо это, либо это ребро использовать. Да? Ну, вот это нарисовал, все, это ребро нельзя добавлять. Но зато все, вершина уже приклеена. Да? Эту по-другому не приклеишь, ее придется так. Здесь уже тоже без вариантов придется так. Ну и что? А здесь можно еще варианты сделать. Например, вот так и вот так. Как видите, возможно, несколько вариантов остовных деревьев. Несколько. Можно было так, а можно вот так. Выкинуть ребро. Понятно? Так же. Нет, все нормально. Дерево. Понятно? То есть, остовных деревьев много для каждого связанного графа, кроме дерева, существует несколько остовных деревьев. Ну, отдельно, опять же, мы с вами посмотрим на алгоритм Прима поиска минимального по весу остовного дерева. То есть, ну, у них же там веса есть, ну, когда, ну, если... Вот некий скелет графа, в котором нет циклов, и при этом чтобы количество дорог было, их расстояние, минимальное. Называется минимальное остовное дерево. Сейчас пока не про него. Что мы с вами будем сейчас делать с деревом? Сейчас мы будем с вами делать... Так, по очереди. Вам рекурсию надо вспоминать, что такое рекурсия? Да. Кто не помнит, что такое рекурсия? Тишина. Считаем, что помню. Сейчас мы с вами будем делать так называемый обход в глубину. Обход графа в глубину. Мне сейчас красиво будет показать это именно на дереве. Хотя совершенно не обязательно. Значит, я их сотру. И вначале расскажу вам суть алгоритма. Итак. Допустим, некая вершина в графе социальных связей, в контакте, решила... Ну, неважно, не очень связанных график. Решила позвать всех своих друзей на дискотеку. Но всех, всех, всех друзей своих друзей своих друзей. Всех хочет позвать на дискотеку. Как ему это организовать? Ну, вирусным методом так называемым. Да. Позови всех друзей. Да. Но у нас же не параллельное исполнение, а у нас последовательное. То есть я должен, собственно, выполнение той функции, которая зовет всех друзей исходной вершины, да, она должна прерваться на время выполнения того, как друг зовет своих друзей. Понятна логика? Итак, давайте с вами для графа, который хранится в форме списка всмежных, в том самом же, который я оставил справа, я сделаю функцию, которая будет называться call friends. Ну, или, на самом деле, позови соседей. Ну, call friends я ее зову, да? Зовем на дискотеку. Значит, def. call friends. Что мне нужно передать этой функции? Во-первых, ссылку на структуру данных, хранящую в себе графа. Информацию графа хранят в списке всмежности, и, соответственно, мне в первую очередь нужно передать ссылку на графа, хранимый в форме списка всмежности. Второе, мне нужно дать ему вершину, с которой, собственно, мы начинаем, с которой нужно звать друзей. Я назову ее словом start. Start, vertex, ну, в общем, start. Это номер или название вершины, которое зовет всех друзей. И, а вот дальше самое интересное. Мне нужно знать множество всех уже позванных на дискотеку. Если мне неизвестно, кто позван на дискотеку уже, то может начаться, что вторичные вызовы. То есть я позвал тебя, а ты позвал меня. А я зову тебя, а ты зовешь меня. Понятно? Поэтому мне нужно сделать множество позванных. Те, кто коллэдер. Ну, раз уж я употребил слово колл, да, то коллэдер. Это множество. Помните себе, это номер вершины, номер или название, в общем, карточку говоря, это вершина. В зависимости от типа вершины. Предположительно, номер вершины. Коллэд это, соответственно, множество. Уже позванных. Итак, свой случай. Какой будет принцип у нас? Первое. Если вызвали функцию call friends для меня, для вершины став, значит, я что должен? Самого себя вписать в множество позванных. Это первое, что я должен сделать. О, меня позвали. Первое. Я говорю, коллэдер.инсер. Стар. Меня позвали. Я себя вписываю в множество позванных. Но реально пойти я не могу, потому что я пока не позвал своих друзей. Не позвали. Понятно? То есть, какая логика? Друг, я зову тебя на дискотеку. Но ты сможешь пойти только тогда, когда позвешь всех своих непозванных друзей. И вершина так начнет сейчас деть. Сейчас я нарисую. А может, я не нарисую? Сейчас вначале я пишу алгоритм, потом нарисую. Итак, теперь что она начинает делать? Она начинает бежать по всем своим соседям. И спрашивать соседям. For neighbor. Для соседа. Откуда я соседей их буду брать? Ну, естественно, из G от старого. Там же как раз у меня список смежностей. Либо множество смежностей. Либо множество смежностей. Либо словарик. Весов для... Ну, в общем, короче говоря, в любом случае, вот таким образом я пробегу как раз по смежным вершинам. В той форме, которую я перед этим показывал. For neighbor in G от старого. И что я буду делать? Я в первую очередь должен проверить, звать его или нет. За счет этого как раз будет организован крайний случай рекурсии. У вершины не окажется непозванных друзей. Поэтому в первую очередь я проверяю, если мой сосед... Я гляжу без вызова рекурсивного. Я смотрю, если мой сосед, neighbor, not in college, если сосед не в позванных, то есть, короче, ему еще не звали, то тогда что я запускаю собственно рекурсивный вызов. Позови друзей. Call friends. Позови друзей на дискотеку. И передаю ему тот же самый граф, который я не портил, я не менял. Ссылку на него передаю. Я ему говорю, начиная с тебя, друг. Вот, собственно, где я ему сообщаю, почему это для него. Neighbor. Для тебя, друг, сосед. И передаю ему множество холода, которое я уже успел изменить. И он его может изменить по ссылке. То есть, оно изменяемо, оно будет изменено. И когда я перейду на следующую итерацию, это значит, что мой этот сосед как раз уже закончил звать всех своих друзей. Понятно? Итак, давайте посмотрим на то, как вот этот товарищ позовет всех своих друзей. Я сейчас буду предполагать, что вершины достаются у меня из списков смежных. Ну, понятно, что они случайно достаются в порядок. Неупорядоченные структуры, да? Словарь или там множество, которое там вот это неупорядочено. Но я буду считать, что вот в этом порядке, вот часовой стрелки, вот 12 часов по часовой стрелке. Итак, первая вершина в списке попала себе вот этой первой neighbor. Да, и он говорит ему, о, дорогой друг, я тебя зову. И зови всех своих друзей. Соответственно, эта вершина была первой у меня. Да? Ну, сама первая, для которой была инициирована, она позвана первой. Я буду расставлять номерочек. Она позвана первой. Она позвала эту, да, и я ее вызвал. А, и жду, когда она позовет всех своих друзей. Я на дискотеку могу пойти? Нет, я еще всех своих друзей не позвал. Она может? Нет, она еще всех своих соседей не позвала. Она начинает перебирать соседей. Ты позвана? Нет, не позвана. Not in call. Зову тебя. Да? И я себе, кстати, запишу, что она на третий позвана. Начинаем перебирать соседей. Да, это претолмаживает. Она пока еще не убит, не знает о том, что она позвала всех, которые в друзей не позвали. Пока еще не знает, потому что третья еще не вернула ей ретернов. Ретернов из... Ну, в смысле, ретернов тут нету. Ретерн фактически случается пока выход. Но в смысле того, что функция еще не вернулась. Начинает третья функция работать. То есть я углубился в углу перекурсии уже на три. Раз, два, три. Третью из-за функции. И тут я начинаю цикл перебирать. Сосед. Так, сосед, ты позван? Нет, не позван. Зову тебя, позови всех своих друзей. Этот сосед. Начинает звать всех своих соседей. Первым же в списке смотрит этого товарища. А он перед этим уже добавил себя в уносство позванов. А он позван. И его цикл завершается без вызова рекурсии. Понятно? Поэтому он раз завершился, значит все, он уже идет. Окончательно. Спасибо. Это мелкие, что ли? Классическая прямоугольная форма написана. Сейчас мы их проверим. Сейчас мы их сравним. Белый. Ладно. Итак, ну собственно, во-первых, алгоритм-то уже закончен. Осталось только разобраться. И вернусь мне оранжевый мелкий. Сними пруду. Поехали. Возвращается к третьему. У третьего цикл еще продолжается. Он продолжает звать этого товарища. Этот позван пятым, и он завершился. Возвращается управление к третьему. Он продолжает. Этот уже позван. Для него не надо вызывать. О, вот это. Так, шестым позван, и он завершился. Третий доходит, дошел уже до конца. Все, цикл у него завершился. Он вышел. Он уже реально может идти на дискотеку. Он завершился совсем. Так. Второй. Проверяю. Первый у него уже позван. Больше никого нет. Он идет на дискотеку. Понятно? Если бы, если бы у меня, я сейчас испорчу рисунок, были дополнительные ребра, какие-нибудь, то вы сейчас посмотрите, что из этого получится. Как он дальше побежит? Интересно. То есть, когда дерево, там понятно, что. То есть, он углубляется вглубь, и там рекуррентно, ну, то есть, вот, перебирает его в глубине в начале, да? И пока он не закончит перебирать руку, он дальше не пойдет к другим частям тела. Ясно? Так будет в этом случае строить. Кстати, по пути я замечу, что вы видите, что строится по сути остобный график. Остобная деревня. Так? То есть, если я буду по пути, когда я вызываю многое, еще и принтовать, неважно, до или после, еще и принтовать себя старт, запятая, neighbor, или добавлять их в список географа, какую-нибудь, ну, я сейчас примитивно буду их просто тупо придавать, то я как раз увижу одно из остобных деревьев, то есть, алгоритм обхода графа в глубину автоматически нам дал возможность построения одного из остобных деревьев. Ну, их много, но какое-то одно, вот, пожалуйста. Почему остобное дерево? Потому что точно нет циклов. Каждый был позван только один раз. Ну, и просто по количеству ребер можно посчитать и осознать, что каждая вершина присоединяется к одним ребром, кроме первой вершины, которая появляется просто так. Так, поехали. Значит, запускаем. Следующий будет вот это. Она у меня номер 7. Она запускает первое вот это, это 8. 8 запускает первое вот это, это 9. Это запускает вот это, это 10. Это запускает вот это, это 11. Это завершилось. Это, кстати, это завершилось, это завершилось, это завершилось. Все, вот это ребро не понадобилось. Оно пошло вот так. Специфическая награда. Сюда 13. Не завершилось. Еще 13. 13. 13 завершилось. 14. Это позвано, звать не надо. Это позвано, звать не надо. 15. 15. Все друзья позваны? Нет. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 16. 15. Она должна позвать еще вот эту. 20. 20 вершина. 20 вершина. Все позваны у нее. 15. 14. 12. 15 наконец-таки завершается. Восьмая завершается. Я рано ее отменю. Седьмая завершается. И наконец-таки управление возвращается в самую первую функцию, которая была вызвана для той самой начальной вершины, которой товарищи хотел забивать всех своих друзей. И наконец-таки она добегает цикл до конца, проверяет, что все позваны. И говорит, все, старт дискотек. Понятно? Встать руки, можно посмотреть, полюбоваться на это основное дерево, которое возникло в результате. Так. Притронем еще. Серега. Который не понадобится тебе. Такое созвездие получилось. Забавное. И оно дерево. Помимо того, что нам алгоритм обхода дал возможность строить основное дерево, если запустить алгоритм этот для несвязанного графа, то он позволит нам выделить компоненту связанности. То есть, такой часть графа, такой подграф, который сам в себе связан, и включает все вершины, до которых можно было дотянуться. То есть, я как бы взял и под всех, вот у меня множество разных социальных связей, я взял вот множество всех друзей, связанных друг с другом, раз, выделил в одну дискотеку. Беру какого-нибудь еще вершину из оставшихся вершин, которые для них запускают поезд в глубину. Они опять перебрали всех своих, вот этот методом рекурсии, перебрали всех соседей. И получилось у нас еще одно множество вершин, которые у меня связаны друг с другом, вторую компоненту связанности и так далее. Понятно? Я не буду сейчас писать этот алгоритм, его не очень сложно написать, если сообразить. Подсчет компонент связанности делается несложно. Я стопное дерево, я прям почти показал, как его распечатывать. Так, сейчас, одну секундочку. Так, напоминаю еще раз. 8 марта 12.00. Онлайн рептру лекция. Значит, два человека, которые вызвались помогать, подходят ко мне. На этом все. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Продолжение следует...